Установленные кодексом судейской этики принимаются судьи добровольно. Возможно, судья Пресненского районного суда города Москвы Зубов указанным требует не соответствовать, не способен к адекватной оценке происходящего, а его действия, позорящие честь и достоинство судей, несовместимы с высоким статусом судей. Еще в 2002 году Европейский суд по правам человека в деле Калашникова против Российской Федерации в своем решении с большой озабоченностью отметил нарушение судьями этических норм поведения, профессионализма. Судьи были отстранены от занимаемых должностей. Высказываяся о кадровой политике и о тех требованиях, которые предъявляются к кандидатам на судейские должности, президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин отметил, что здесь особое внимание должно уделяться вопросам противодействия коррупции, предотвращению конфликта интересов. Я думаю, состав не изменился. Доверяете рассмотреть? Данному составу суда доверяю. С правами также ознакомились заявления о ходатайстве на данной статье? Нет. Они будут перед допросом у сотрудника? Не будут. Не будете возражать сейчас, мы сразу допросим сотрудника? По трем материалам. По трем материалам. Не возражаю. Мы сразу допросим сотрудника для экономики процессуального времени. Вы сотрудник, будьте так добры, представьтесь, пожалуйста, назовите суду фамилии, имя, отчество, где и кем вы работаете. Павел Владимир Владимир Владимирович, инспектор ДПС 1-го отдела соединенных таблицей УДД в управлении государственной москве. Вы вызвали суд для допроса в том числе свидетелей, суд подтверждает, что ответственность за задачи в Казани, задайте законодательному логу в Казани, а также разъясняет вам уважение ст. 51 Конституции Российской Федерации, согласно которой вы имеете права, не давайте указания, только вся самая стоимость в Казани. Вам ваши права понятны? Было ли так добры? Распишитесь, пожалуйста, что суд у вас об этом не будет? Возьмите, пожалуйста. Нет, это не там, не те подписки. Ладно, это положило подписки. Все, все, все. Я жду, все. Да, я жду, все. Так, ну, тогда у нас с вами по первому административному материалу, по которому у нас Петру привлечен к административной ответственности. по части 1 ст. 12.1 кодекса административных правонарушений. Вы обстоятельства составления административного материала в отношении Петрова помните? Ну, все время не совсем, но я помню. Я понимаю, что у вас достаточно много будет материалов, поэтому вы расскажите только то, что вы помните. Что не помните, так и говорите, и только ничего, пожалуйста, не забывайте. Только то, что вы помните. Ну, служба по адресу, он оказался кодексом-члену в стране 1, не помню в такое время, дневное, короче. Заметил машину в потоке БМВ, модель не помню, двухдверная, без государственных и эксплуатационных знаков. Я остановил ее, отправлял машину, ну, сейчас гражданин Петров, уходит проверки, выяснил, что она на учете никогда не стояла, хотя машина уже была не новая. Соответственно, привлек его к административной ответственности за непостановку на учет в правильном транспортном средстве и в экстремном установленном порядке. То есть, он мне показывал какой-то договор такой рукописный, переписывал. Ну, как бы он на тот момент, по сути, не отрицал, что машина не новая. Составил материал к нашему, вот именно по этой статье, впоследствии еще по административной статье. При составлении административного материала, скажите мне, пожалуйста, Бат, как себя, вот, что вам пояснял непосредственно Бат Петров? Я уже не помню сейчас, я уже не помню. Разбите, пожалуйста. Спасибо. Ну, и сходя из того, что вами был составлен в последствии протокола, сколько я понимаю, он не согласился. Нет, сначала все, он, как бы, ничего, никаких там, несогласен не проявлял, ничего. А потом уже впоследствии состава, я хотел ознакомиться, он уже был на связи, я так июня с защитником, который сказал, что он не согласен. И он, вставляя, не согласен, и тогда будет составлен протоколом. То есть, первоначально вы составили постановление, с которым он согласился, но в связи с тем, что защитником был на связи, он передумал, сказал, что мы не согласимся с привлечением. Ну, да, он сказал, я не согласен, да. Соответственно, я протокол был. А в протоколе были заявлены ходатайбы, в том числе и у вас там, что ему необходимо, вот, защитник? Ну, защитник, как бы, я ему сказал, что у него было времени предостаточно, во-первых, потому что материалы очень долго составлялись. Вот, вот, а так я, наверное, очень предоставлю себе защитника. Физически, в этом нет возможности такой, у нас того есть, и, праздник Богу, пусть приезжают. То есть, он по телефону общался, насколько вы поняли, с защитником он общался, да? Ну, да, да, ну, потому что по телефону он сказал, что вот, я защитник, а представьтесь, там, то есть, да, но я не стал представлять по телефону, потому что я не знаю, кто там на том конце трех находится, как бы находится. Но я сказал, что водитель, я представился, все мы с ним разъяснил ему все моменты, почему его остановили и привлекают административные ответственности. Ну, все, а вот они сказали, что защитник, я так понимаю, защитник, который сейчас присутствует здесь, на тот момент он был в телефон. А второй, вы говорите, скажите мне, пожалуйста, вы не рассмотрели, которое уже заявлено было в протоколе, вы не стали рассматривать в связи с тем, что уже постановление было вынесено? Да. Постановление было вынесено, да. То есть, при вынесении постановления, когда он еще соглашался, Петров, да, с нарушением, этого ходатайства не было, а когда уже был составлен протокол, то, соответственно, появились это ходатайство, в том числе и направление материала к делу, какой-то другой, какой-то другой субъект просил направить. Вы уже это не рассматривали в силу того, что материал был составлен протокол, и было вынесено, поставлено. Он на стадии ознакомления уже начал в этот момент, все, с ним изготовлено материалов. Спасибо. Спасибо. Защитник, у вас будут какие-либо вопросы? Да, ваше честь, будут вопросы. Свидетель, сообщите, пожалуйста, вы у врача-психиатра-нарколога состоите на учете? Суд снимает данный вопрос, у меня одной из судов. Суд не имеет права снимать данный вопрос, поскольку защитник вправе переформулировать. Данное должностное лицо у нас в качестве свидетеля опрашивается, ваше честь. И это необходимо в обновлении судом, а не как сотрудник правоохранительных органов. Поэтому возникает обоснованный вопрос. Повторюсь, это свидетель. Вы стоите? Не стоите. Суд снимает данный вопрос. Скажите, пожалуйста, порядок составления административного материала каков был? Был каков? Да, да. Сначала было постановление, но потом был родокол. Сообщите, пожалуйста, вам заявлен лицом, привлекаем к ответственности, отвод. Данный отвод вы рассмотрели по правам 29 главы Кодекса Российской Федерации об административном управлении? На нормальном представлении никто ничего не заявлял. Не заявлял. Скажите, пожалуйста, материалы дела содержат в себе объяснения, согласно которых лицо, привлекаем к ответственности, с нарушением не согласен, нуждается в помощи защитника, законодательство Российской Федерации не нарушал, прикладывает объяснения на пяти листах формата А4. Где данные объяснения? Кто прикладывает? Это исходя из материалов дела. Мой доверитель, в данном случае Петров, лицо привлекаем к ответственности. Вам подал ходатайство, объяснение на пяти листах формата А4. Где данные документы? Нет, вот что подавали, какие? Они все содержат в материалах дела. Ваш подзащитник, хочу еще немного больше сказать, он, мало того, он получил копии, написал, что копии он не получил. Он был под видеозаписи ознакомлен со статьей 51, статьей 25.1, Кодекс административной проношки. Тем не менее, он указал в материалах, в протоколе, в объяснении, что он не ознакомлен, хотя под видеозаписи он был ознакомлен. И он это снимал, и мы снимали это. Никаких пяти листов, ну я уже не помню, но их не было. Если бы они были, они бы никуда не делись. А почему у Вами проигнорировано ходатайство о направлении дела по месту жительства? Мы полномочим таких ходатайств, чтобы вообще направлять по месту. У Вас нет полномочия рассматривать ходатайство и направлять по месту жительства? Рассматривать есть, но я не могу его направить по месту жительства, на моей экспертенции. Скажите, пожалуйста, доказательствами по делу является объяснение лица, привлекаем к административной ответственности. А почему данное объяснение пока не нашли своего отражения в постановлении по делу об административном правонарушении? В протоколе об административном правонарушении содержится объяснение лица, привлекаем к ответственности, исходя из которых он с нарушениями согласен, законодательство Российской Федерации не нарушал, нуждается в помощи защитников. Данное объяснение является доказательством по делу в силу Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Они не отражены и не оценены в обжалуемом постановлении. Вопрос, почему? Вопрос, почему? По-иному был вопрос. Не надо наводящий вопрос задавать инспектору и за него отвечать. Суд прямо косвенно заинтересован в исходе дела, я полагаю. Объяснения в протоколе об административном правонарушении являются доказательством по делу. Почему они нашли своего оценки и отражения в постановлении по делу об административном правонарушении? В графе не было записано объяснение. Вы эти объяснения не оценили, почему свое постановление? Нету объяснений, как я могу оценить то, чего нету. То есть мы разобрались, значит вы составили протокол сначала, а потом постановление, правильно? Сначала постановление, потому что гражданин был согласен. Прошу суд обозрить протокол об административном правонарушении и постановление по делу об административном правонарушении. Инспектор вводит в заблуждение свидетельство. Я постановление сначала составил, а потом протокол. Как им? Я протокол составил, если бы он сразу не согласился. А когда он сначала согласился, потом один с вами проконсультировался, вы им дали какие-то ценные указания, он уже сказал, не согласен, естественно, не согласен, я вне с протоколом. А вы не могли бы быть точнее в формулировках? Ценные указания? Ну, не указания, вами, как стороны защиты, какие-то там советы, скажем так. Скажите, пожалуйста, а что препятствовало материалу дела тогда, когда лицо решило реализовать свое право на получение помощи защитника согласно статье 25.1 КУАПРФ, статье 48 Конституции РФ, отложить рассмотрение дела на разумный срок до двух недель. Закон позволяет и направить материалы дела в ГИБДД того подразделения, где вы закреплены. Министр оставил постановление сначала составил, вынес штраф. Понятно. А вы руководствуетесь при составлении административного материала, помимо Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, какими еще законами и приказами? Вы руководствуетесь 664 приказом? Судо снимает данный вопрос, он не относится к рассмотрению дела. Экзаменовать вас будут, наверное, в другом месте, я так предполагаю, но явно не в судебном заседании. Так вы все-таки сообщите, почему вы не отложили рассмотрение дела на разумный срок и не отправили материалы дела в тот подразделение ГИБДД, где вы служите? Мы не видим никаких оснований для этого, почему у нас все зафиксировали. Спасибо большое. По этому материалу у вас больше не будет вопросов конституции? Нет. Именно по 12.1 части 1? Нет. С этим мы закончили материалом. Мы можем перейти к рассмотрению другого документа, другого материала. По другому материалу это 12.37 часть 2. По составлению данного материала, вот именно по данной статье, помните? Обстоятельства рассмотрены на месте. Ну вот Петров, он вообще везде пишет одно и то же, что он ходатайство на пяти листах формата А4 приложил, правда он не расписался в том, что он это, что это имеет необычу, и графа заполнена. Я же плохо просто, что запись не сохранилась, потому что уже с сентября месяц уже прошло, я уже забыл правильно. Он врал, вот просто на одном образом врал. Ему потому что говорили в ответ вот прям под видео, почему вот у тебя в руках копии, почему ты пишешь, что копии не получил. Вот он развернулся, молча и пошел. То же самое было и вот с этими объяснениями на пяти листах. А, он просил, я вспомнил еще, он просил ручку, просил листок, ему сказали, ручку дадим листы ищи сам, пожалуйста, нет у нас листок, где мы их возьмем. Вот и на весь этот разговор, если этот разговор на этом закончился, ручка, он вписывал потом, когда ознакомился с материалами в протоколах. Ваша честь, позвольте вопрос задать? Да. Свидетель, сообщите, пожалуйста, вы информировали лицо, привлекаемое к ответственности, что вы ведете видеозапись на систему Дозор-77? Нет, не правильно, потому что системы Дозор-77 у меня не было на этот момент. Вы сообщили ранее, что под видеозапись у вас... Да, мы сообщили, что ведется видеозапись на мобильный телефон, мы сообщили. А на Дозор-77? У меня его не было, как я могу? А каким образом осуществлялся, на какое техническое устройство? Мой личный мобильный телефон. А вы можете обозрить, показать? Я же только что сказал, что вы не слышали, что в сентябре месяце, к сожалению, она уже не сохранилась, я подчищаю, мне так не могу понять. А почему вы проигнорировали 38 пункт 664 приказа и не проинформировали лицо, привлекаемое к ответственности, что вы ведете видеозапись на систему Дозор? Ваша честь, у меня не слышат, по-моему. Хорошо. У меня нет Дозора. Вот сейчас на вас что, Дозор? Да, он не работает. Он не работает. А тогда, когда вы составляли административный... Его не было физически, у нас был момент, когда мы их не выдавали. На тот период, на сентябрь месяц? На тот период, абсолютно верно. Несмотря на то, что приказ 2017 года. Я не знаю, какой приказ, я говорю, у нас они были технически неисправны, их просто не выдавали физически. Все зафиксировали, это важно, Ваша честь. Просто из приказа 164 следует, что должностное лицо при осуществлении административной процедуры должен проинформировать участников по делу о том, что он ведет эту видеозапись. Поэтому и возник обоснованный вопрос. Сообщите, пожалуйста, по... Вами рассматривались ходатайства лица привлекаемых к ответственности? Ну, не рассматривались они. Они рассматривались? Но они все идентичны, давайте не будем все-таки сэкономить. Я переформулировал вопрос. Ну, тогда и смысл в этом свидетеле это утрачивает. То есть, суд мне лишает права задавать вопросы как защитника, Ваша честь. Потому что свидетели, на один вопрос он так отвечает, на второй, переформулируешь, он по-иному отвечает. Мы же видим, что он вводит в заблуждение суд. Суд меня лишает представлять интересы моего доверителя, защищать всеми законами и способами моего доверителя. Наводящие вопросы отрисуют свидетелю, что идет нарушение закона о статусе судей и этике. Ваша честь, я прошу не обрывать меня, не дать мне возможность высказаться и задать вопросы. Я только слышу, суд мне снимает, снимает, снимает вопрос. Это не предусмотрено Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях. Инспектор в том деле не вспомнил, в этом деле может быть что-то вспомнит. Мы видим, после каждого вопроса он что-то вспоминает у нас. Это хорошо. Да, я вспомнил. Спасибо. То, что он врал постоянно. Он врал. Ваш доверитель, он врал постоянно. В чем это выражалось? Выражалось, я еще раз говорю, в том, что не было никаких объяснений. Не было, вернее, ему были разъяснены его права, когда он писал, и были вручные копии. Вот хотя бы в этом. Вы об этом обстоятельстве рапортовали, наверное, у 6-го руководства. Я не рапортовал. Не рапортовал. Зачем? То есть вы сейчас данное обстоятельство подтверждаете только собственными объяснениями? Абсолютно верно, да. Спасибо. Ваша часть вопросов нет. Скажите мне, пожалуйста, суд вас правильно понял из ваших объяснений? Машина была остановлена. Да. И вы выявили три административных права нарушения, которые совершил водитель. Да. В вашем умении. Да. В которых, насколько я правильно вас поняла, не оспаривал водитель сначала. Сначала никто не оспаривал. После того, как начал оспаривать, вами были составлены протоколы, в которых вы ему предоставили возможность непосредственно указать, согласен он или не согласен. Естественно. Естественно. Он сидел в машине, вообще не выходил. Я к нему подходил, узнал адрес, спрашивал. Ну, я говорю, вот мне сунули телефон поговорить. Я не стал разговаривать, просто, может, что-то с кем-то разговаривать. Все. Я сказал, что так, каким статьям он был привлечен к ответственности. То есть, обстоятельства привлечения к административной ответственности Петрова, они все аналогичны по всем тем статьям, которые вы составили? Понятно. По году 12.37, за отсутствие, так сказать, страховки. У вас еще будут вопросы, уважаемые защитники? Ваша часть вопросов нет. Вопросов нет. Так. И у нас с вами последнее дело в отношении Петрова. Это по части 1 статьи 12.5. Петрова. У меня очень такая, какая-то копия не очень, но он хороший. Отсутствие аптечки, как на тушителе, это помогло. То есть, он вам это не предоставит? Нет. Я же, причем, опять, в каком-то конфликте, я его точно не помню, но, типа, у меня есть, показывать не будут. Хотите, пишите. Ну, в таком томе, в принципе, какая-то сегодня проходила. То есть, ничего не предоставил. Сказал, что потом вы будете, Тош, Олег Медович, прилетайте. Защитник, вопросы по вот этому, отсутствие аптечки и аптечки? Да, свидетеля, сообщите, пожалуйста, а как вы установили, что отсутствует аптечка, огнетушитель? Он мне не предоставил, он же обязательно предоставил, потребовал. А согласно какой норме права? У нас тут, собственно, право нарушение права дорожного движения. Он должен предоставить по требованию полномочного должностного лица аптечку, огнетушитель? Ну, да, в видеоролемом осмотре я ее не увидел, просил предоставить, а он не предоставил. Угу. Досмотр я не делал ни у машины. А между вами конфликтная ситуация была? Да нет, у меня лично не было ни к нему предоставить. Просто ел он сидя. Конфликт у меня с ним не было, но какой конфликт он сможет быть? Он мне первый раз съедил. Угу. А вы досмотр осуществляли транспортного средства? Нет, конечно, досмотр же присутствует, у меня тут под видеозапись, зачем? Слово не было. Угу. Скажите, пожалуйста, в графе, в протоколе об административном правонарушении за разъяснение положения статьи 25.1 КУАПРФ отсутствует запись. По правам статьи 28.2 часть 3 КУАПРФ о разъяснении положения статьи 25.1 КУАПРФ статьи 51 Конституции РФ. Не могли бы вы пояснить, почему данной записи нет в протоколе? Потому что он отказался. А вы сделали запись о том, что он отказался? Я не помню уже. А подписи? Я не помню. За разъяснение прав. Но ему разъяснено все было. Я правильно понимаю, в данном материале я также вот заявлю на ходатайство о направлении дела по месту жительства моего доверителя вы не стали рассматривать, так как вы не полномочны направлять дело в тот регион. Вы просто сказали, что процедура была идентична? Это другой просто материал. По всем? Да, я уточняю. Ваше всем спасибо, вопросов нет к свидетелю. Уважаемый защитник, мы можем с вами отпустить инспектор или он нам еще какие-то установки возникли? Мы можем отпустить, большое спасибо. Все, необходимые вопросы. Спасибо большое, что пришли, всего доброго. Спасибо, до свидания. Пожалуйста, я вас слушаю, наверное, по существу, если у вас есть какие-либо... Ваша честь, с места или встать? У нас вообще судом принято. Поэтому я спрашиваю у всех по-разному. Судя. Да. Ваша честь, я буду краток. Относительно по порядку первого материала. Лицо, привлекаемый к ответственности, изначально был не согласен с замененным ему составом административного правонарушения. О чем он сообщил должностному лицу? Ввиду конфликтной ситуации... Извините, что суд вас перебивает, тогда сразу вопрос. Да. Чтобы нам не возвращаться. Почему в таком случае, будучи в протоколе, он что-то указывает, а при вынесении постановления он это не указывает, что он не согласен? Дело в том, что постановление по делу об административном правонарушении разработано таким образом, что в нем либо ставится запись, либо не ставится запись. Не предусмотрено статьей 29.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях во взаимосвязи, положим статью 25.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях лицу, привлекаем к ответственности, делать какие-либо отметки, давать объяснения в данном постановлении. Изначально мой доверитель, и я был на связи, что нашло свое отражение сегодня при опросе свидетеля. Должно слово лица, тем не менее, я был на связи. И мой доверитель, я просил сотрудника составить протокол об административном правонарушении, в рамках которого мой доверитель будет реализовывать свое право, закрепленное в статье 25.1 КОАП РФ, в статье 48 Конституции РФ во взаимосвязи с 6-й статьей Конвенции. Однако должностное лицо, ввиду конфликтной ситуации, в одностороннем порядке принял решение и вынес постановление по делу об административном правонарушении. Если мы говорим об оба трех делах, так суд определил, решил, я и, несмотря на то, что дела разные, номера у каждого дела разные, но раз суд... Поэтому я вас уточнила, если вы не будете возражать. Я не возражаю. Так вот, я сообщаю суду. Достоверно. Я был на связи и с должностным лицом общался. Но там действительно была конфликтная ситуация и сотрудник поступил таким образом составил материал с нарушением действующего законодательства. Я все-таки обращаю внимание суд на 664 приказ. Меня суд оборвал. Почему? Я спрашивал у инспектора. Потому что, исходя из 156 пункта 664 приказа... Да, здрасте. Здрасте. Извини, что у вас переговоры. Здесь идет процесс. Вот человек сейчас наступает. Исходя из 156 пункта 664 приказа, права гражданина должны быть соблюдены, исходя там конкретно. Для них, для сотрудников прописано. Статья 25.1. Соблюдены. Это что значит? Должностное лицо. Должен был рапортовать. Исходя из объяснения лица правильника административной ответственности, материал направить в ГИБДД, где уже инспектор ПАИАС вызывает на удоверителя. И при этом вот это постановление первое его делает ничтожным. Поскольку это идет в разрез, тогда со статьей 25.1 КВАПРФ и статьей 48 Конституции Российской Федерации на право получения помощи юридической. Должностное лицо проигнорировало эти нормы. И вместе с тем пункт 156.664 приказа. И он заблуждается, возможно добросовестно свидетель, что он не вправе направлять материалы дела по месту жительства, по ходатайству лица, привлекаем к административной ответственности. Он нет инспектор, он должен был ПАИАС в того подразделения, где он служит. Должен был удовлетворить тогда. Но вынесение даже допустить постановление, а потом протокола, не снимает обязанности должностного лица по правилам положения статьи 24. 4.29.12 КВАПРФ внести определение об отказе от удовлетворения к адаптству. Он проигнорировал. Я обращаю внимание, суд, он это свидетель в данном случае, что тем не менее, есть порядок привлечения лица к административной ответственности, что закреплено в части 1 статьи 1.6 КВАПРФ меры обеспечения в рамках закона. Лицо может быть привлечено только в рамках закона. Должностное лицо ссылается на некую видеозапись, но представить не может. Конечно, конечно не может, потому что данная видеозапись будет опровергать его пояснение. А если данной видеозаписи нет, то полагаю, тут уместное положение статьи 1.5 Кодекса Российской Федерации свободу административных правонарушений. Любые сомнения тракуются в пользу лица привлекаем к административной ответственности. Я обращаю внимание, суд, что три материала составлены, а почему не пять, почему не десять, а потому что данные обстоятельства говорят о том, что сотрудник был заинтересован в исходе дела, прямо, косвенно, и была конфликтная ситуация. Исходя из вышеизложенного, я прошу суд, я обращаю еще раз внимание, провожу линию, именно процесс. Мы не уходим в сущность, я говорю, по процессуальным нарушениям. Есть порядок привлечения лица к административной ответственности. Он нарушен. Это нашло отражение в собственных объяснениях данного свидетеля. Исходя из усложного, я прошу по каждому делу акты отменить, а производство прекратить по недоказанности в отношении моего доверителя. Устранить, переопросить опять инспектора, не представляется возможным. Ну, если только в Мосгорсуде по нашей жалобе возможно. Все. Как что-либо донести, вложить, стадия подготовки пройдена. Определения не вынесены по заявленным отводам. То есть, сотрудник абсолютно не понимает, что такое протокол об административном правонарушении, что такое постановление по делу об административном правонарушении. Так вот, им надо разъяснять и пояснять. Но это прерогатива их руководителей. Закройте дверь, пожалуйста. Дверь закройте, пожалуйста. Закройте барахан. Так вот, постановление, оно же венчает все. Конечно. А сотрудник, его объяснение свидетельствует о том, что он нацелен только на вынесение данных постановлений с обвинительным уклоном. При этом, ни один материал, они не влекут общественной опасности. Ни один. Но сотрудник, вместо того, чтобы провести профилактическую разъяснительную работу с Петровым, пошел таким путем из-за конфликтной ситуации, инициатором которой он стал, а именно составил ряд постановлений, которые не соответствуют положению статьи 29.10 Кодекса Российской Федерации об административном правонарушении. Я второй раз, и в третий раз повторюсь, что именно процесс нарушен лицом подлежит к административной ответственности только на основании и в порядке установленных законов, федеральных законов. Они вот тут у нас есть в телефоне видеозаписи, ее нет, гражданин себя вел так, есть порядок. Определение тоже, решение до сих пор не принято по заявленному отводу, обоснованному отводу. Устранить, внести, доложить, приобщить не представляется возможным. Стадию подготовки именно упустил данный сотрудник. И все-таки я считаю, и закон, и закон следует, что ходатайства подлежали рассмотрению немедленно, по ним должно было быть принято решение. И гражданин вправе быть судим тем судом, к которому компетенции, к которому он относится. Это не снимало обязанностей. Должностному лицу рассмотреть ходатайство направления материала по месту жительства. Исходя из изложенного, я заканчиваю, Ваше честь, прошу акта отменить состоявшиеся, а производство поводило прекратить по недоказанности, по каждому делу. Спасибо. Продолжение следует... Продолжение следует... в течение 10 дней подозначено наказание в виде штрафа в разные рядах и мастер-рубию. Руководство из главы 30-й кодекса административного правонарушения суд решил постановление в отдел административного правонарушения от 2 сентября 2021 года вынесено инспектором 3-го ПДПС, ГИБДД, ЛВД-20, ГИБДД России по городу Москве Поповом оставить без изменений жалобу заявителю Петрову без удовлетворения. Решение может быть обжалом Московский городской суд в течение 10 дней за необручением по учению кодекса администрации. Решение в городе Москва 9 марта 22 года судья Крестинского района в суде города Москвы зубом рассмотрел жалобу Петрову на постановление по делу административного правонарушения от 2-го 9-го 21-го принесено инспектором 3-го ПДПС, ГИБД, ДВД по ЦАУ УНВД России по городу Москве Поповом Татан Петров Петрович признан в виновом совершении административного правонарушения от 2-го части 1-й статьи 12-й кодекса административного правонарушения в своем назначенном оказании штрафа в размере 500 рублей руководство с главой 30-го суд решил постановление по делу административного правонарушения от 2-го 9-го 21-го принесено инспектором 3-го ДВД по ЦАУ УНВД России по городу Москве Поповом Оставить изменения жалоба заявителя ДВД ДВД Машин может быть одновременно в течение депутатов и в течение и в течение и в течение депутатов и в решении восстановления поездки непонятно да, понятно подождала мне понятия служат за свидание закрыто депутатов и в течение